Выпуск у меня получился жесткий, большой и плотный, и как в лучших традициях разрывающий пердаки всем, кому суждено сидеть с порванными булками. Поэтому, дорогие друзья, даю вам полное разрешение скачать этот выпуск и перезалить, и распространить. А наш перезалив в случае чего вы сможете посмотреть на нашем телеграм-канале. Ведь никто не застрахован от страйков, хотя среди блогеров кидать страйки это зашквар. Но ведь кто привык быть зашкваром, и эти принципы никак не волнуют. Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала Лидер ТВ. Вот уж не думал, что буду затрагивать тему о продажных блогерах. Но ситуация настолько дерьмовая, наблюдая весь этот вопиющий пи***ц, я просто не могу молчать. Но, видимо, пришло время, настал мой выход высказать все, что думаю о том, что происходит. Все это я выполнил в формате ТОПа. От худшего до самого худшего. Смотрите, есть популярные блогеры. Некоторых из них вы даже смотрите, кого-то даже любите. Многим из вас уже и так понятно, кто из них и что рекламируют. От финансовых пирамид до разного рода лохотронов и сомнительных проектов. Казино, до букмекерских контор. Неважно, запрещены они или с лицензии вообще пофиг. Или уж совсем тот же самый зашкварный 1xbet. Такого вида рекламы, конечно, многие же привыкли. И на многое мы порой закрываем глаза. Да и приходим мы смотреть на своих кумиров и контент, а не на их рекламу. И вроде как зритель лояльно настроен, ведь каждый знает, что долб***ь и без рекламы найдет способ как слить свои бабки. А вот кто тут долб***ь, тут еще предстоит выяснить. Бывает такое, что человек вообще только вчера вышел в интернет и не осведомлен о происходящем. Все люди же разные бывают, да? И называть не знающего человека долб***ь, конечно же, некорректно. Но все бы ничего, пока топовые блогеры не начали заниматься откровенным мошенничеством, продавая прогнозы на спорт, рекламируя пирамиды за людей-подписчиков не считая. Вы денежный ресурс, вы мясо. Вы что, привыкли к такому отношению, к тому, что вам нагло втирают мошеннические проекты, прогнозы, казино и пирамиды? Почему вот им нельзя прорекламировать нечто нормальное? Ну, потому что за нормальный рекламодатель-то мало платит. А вот за казино солидно отстегивают. Идет счет на сотни тысяч рублей, а то и миллион. Долго ли вы будете это терпеть? Вот лично я? Нет. Я себя уважаю. И вы себя уважаете. Я такой же зритель, как и вы. Да, есть свой канал, но я тоже, как и вы, смотрю ютуб. Все мы люди. И я крайне недоволен происходящим. Покуда люди ведутся на развод, реклама говна не исчезнет. Люди и так бедные. И все вот эта вот мерзость сделает людей еще беднее. Поэтому пора внести свое слово, и я организовал этот выпуск в виде топа. Хватит прелюдий, пора действовать. Просто накипело. Итак, дорогие друзья, устраивайтесь поудобнее. Ёбань с плясками. Начинается! Согласитесь, здорово, когда можно быстро получить бесплатную, квалифицированную юридическую помощь, не выходя из дома, либо задать юристу вопрос напрямую, чтобы получить подробный ответ. Ты удивишься, но век информационных технологий, возможно, и не такое. А собственный юрист в телеграмм уже норма для современного мира. Практикующие юристы уже давно ведут телеграмм-канал «Юрист в телеграмм», где бесплатно консультируют своих подписчиков, помогают найти выход из сложных ситуаций. Например, незаконные увольнения, блокировки банковских счетов, взаимодействие с правоохранительными органами и силовыми структурами. Все это и многое другое по силам лишь авторам канала «Юрист в телеграмм». Подписывайтесь и обращайтесь. Ваш личный юрист в телеграмм. Штурмуй ссылки под видео. Открываем топ со Святослава Коваленко. 350 тысяч подписчиков на его канале. Контент Святослава весьма разнообразный. От видео о жизни, до всяких прогулок и потасовками на рынках, да в других общественных местах, где нарывается на конфликты и порой города получает пизделей от местных охранников после того, как спровоцируют конфликтную ситуацию. Пожалуйста, успокойтесь, я вас прошу. Не поспоришь же, взрывоопасный контент. Некоторые зрители не особо полюбились Святослава не только из-за его контента, а еще и из-за того, что тот в прошлом отбывал срок наказания в местах столь отдаленных. За торговлю наркотиками, где, по его словам, эту делегу на него сфабриковали умышленно и специально. Им ничего не мешало поменять содержимое на настоящие наркотики. Только из-за того, что этот д*** пытался продать полицейским чай вместо наркоты. Оху**но пошутил. Они, конечно, взяли, распаковали, смотрят там чай и говорят мне, ты чё нас за долбоёма, что ли, держишь? Вот, поехал познавать нужду. Вернулся и начал пилить канал, а где взять деньги? Да побыстрее. Правильно, рекламы мошеннических проектов и заувалированных финансовых пирамид под видом экономических игр. Например, Golden Tea. Это финансовая пирамида под видом игры. Реклама букмекерских контор и всего прочего д***а. Причём, Святослав делает это осознанно, объясняя это тем, что, мол, нужны бабки на новое оборудование. Да на стычках просто на съёмках камеры ломаются, ебало разбиваются. Забрали камеру, охеревшие, наглые, налетели толпой на меня. Да и просто технику отбирают. То есть у тебя сейчас канал 350 тысяч подписчиков и ты ноешь, что у тебя нет денег? У тебя что, монетизацию исключили? Да при таких раскладах ты из канала и так не меньше тысячи баксов рубишь в месяц. А с рекламой лохотронов, ну конечно же, да, втрое больше. На канале Святослава Коваленко присутствует большое количество хейтеров, где справедливо льют его говном в комментариях. И Святослав очень сильно переживает по этому поводу. Да и дружба и любовь с Эдвардом Биллом не задалась. Ну так случилось, что вот Эдик как-то, что ли, расположил меня к себе и мне стало прям неприятно. И в какой-то момент меня прям переклинило, эмоции взяли, эмоции прям конкретно взяли. Не получилось. Не получилось, не фартануло. Может просто кто-то слишком многого хочет? Причём интересно то, что в рекламе говна принимает участие не сам Святослав, а видимо его друган. Мол, если что, это не я рекламировал, а он. И руки чисты, и совесть не грызёт. Недавно я нашёл игру, в которой можно получать деньги. И хотел поделиться с вами своими успехами в этом проекте. Серьёзно? Ты думаешь это прокатит? Так-то реклама происходит на твоём канале. Ты же хозяин канала. С тебя спрашивать-то будут, а не с друга. А пока отдыхай на 10-й позиции нашего топа. И это, будь здоров, не кашлей. Забористая, однако, чай. Канал Лиса рулит. Один миллион подписчиков. Елена Лисовская. Эх, про Лису сделал обзор чуть ли не каждый, и даже ленивый. Ну, я правда ещё и не делал. Не просто ленивый, а просто до сегодняшнего дня я этого не делал. Она была у меня давно на примете, поскольку регулярно рекламой финансовых хайп-пирамид Стартком занималась именно она. Я рекомендую вам компанию Стартком. Компанию Стартком. Станьте клиентом компании Стартком. И от Стартком. Компании Стартком. Компании Стартком. Стартком. Компанию Стартком. Ты компании Стартком. Компании Стартком. То Стартком. Команды Стартком. Это не единственная финансовая пирамида, которую она рекламировала для завлечения Буратин в хайп-проект. Реклама хайпов очень дорогая. Хайп-проекты — это финансовые пирамиды. Что касается вообще всех этих финансовых инструментов. В любом деле самое важное — вовремя пойти и вовремя выйти. Вовремя пойти и вовремя выйти. А пирамиды это мошеннические проекты. Реклама таких проектов стоит намного дороже обычной рекламы, намного дороже рекламы туалетной бумаги Сева Плюс для подтирания обосранной жопы после зашкварки на лохотроне. Никто не знает, это изначально была пирамида или это все действительно было связано с игрой на вот этом фондовом рынке, с криптовалютами и так далее. Как можно не знать, что ты рекламируешь? У нас что, зрители тут совсем бараны собрались, да? Что за отношение к аудитории? Не надо врать, что никто ничего не знал, все прекрасно знают и понимают, тем более столько раз прорекламировать пирамиды, да даже одного раза достаточно тебе в комментариях тонну комментов отсыпят о том, что ты рекламируешь какие-то лохотроны. А потом уже ты принимаешь решение прекратить или шквариться дальше, считая своего зрителя идиотом. Кончик. Очевидно, какой путь ты выбрала. А что за иски в суд? На блогеров? Лиса начала по-тихому заметать следы и блокировать разоблачение на себя и стартком. И что самое интересное, она подала в суд на блогера и требует от него денежной компенсации за разоблачительный ролик про стартком. Чему тут удивляться? Плохо говорят о тебе. А как ты хотела? Поздно задницу тут свою прикрывать. Общественное мнение уже сформировано и по делам. Да и сам иск был направлен не из-за того, что там идет какая-то клевета от моего коллеги кулака справедливости. Там клеветы нет. Там чистая правда. Причина страйка была в другом, что в том видео использовалось лицо Лисовской и фрагменты видео без ее согласия. Это вам недобросовестное использование. Во как припекло. Аж надо было заморочиться и провернуть дело через суд и взыскать 100 тысяч рублей за причиненный моральный ущерб. Ну просто охуеть. А если по другой причине делать иск, то пришлось бы доказывать, что в рекламе не финансовая пирамида вовсе. Чего конечно же сделать никак не получится. Поэтому выбор пал сделать через суд страйк на канал, в котором говорят правду. Вот как вам правда-то мешает, да? Опускаться до раскидывания страйков у дел тех, кто привык по жизни опускаться и игнорируя моральные принципы. Да и зрителей считать дураками серой массы. Реклама подобного дерьма это прекрасно доказывает и объясняет твое отношение к аудитории. Хоть ты и девушка, это ничего не меняет. А слова тут излишни. Дмитрий Шилов. Митяй из банды Рэггисон. 620 тысяч подписчиков. Контент для мужиков об отдыхе, жизни и в целом путешествии. Трешовые алкостримы, приготовление еды и другие приключения. Поначалу этот канал можно было смотреть вместо сериала после работы. Такого рода контента конечно имеет место быть. И он нашел своего зрителя. Во времена рассвета канала Рэгисон все бы ничего, пока Митяй не придумал такую штуку, как сайт с платной подпиской, чтобы можно было смотреть эксклюзивный контент. А оставшийся шлак вываливать на основной канал. Как свиньям белья. Что вызвало бурю хейта и негативную реакцию аудитории. И до сих пор Митяй от дизлайков и негативных комментариев не избавился. Дело идет дальше. Это реклама всякого рода говна. От финансовых пирамид казино и стрима казино. Азарт и лудомания точно такое же заболевание, как и твой алкоголизм. Еще раз говорю, ссылка в описании. Просто все на выходные. Ютуб конечно запретил рекламу казино, что лишило Митяя дополнительного и жирного заработка. Какие были времена. Катался на Ягуаре, погасил все долги, летал за границу в США с женой. Положение дел исправилось благодаря солидному контракту с казино. Но теперь с рекламой немножко стало туже. Но это полностью не исключило рекламу Лохотрона. Да, азартные игры рекламировать нельзя, так как Ютуб выдал предупреждение в виде временного бана канала. Я рекламировал казино, соответственно Ютуб один раз меня предупредил, забанив мой канал. Зато финансовые пирамиды. Ребята, это что-то невероятное происходит с Future Technologies Company. В этом месяце я уже с 250 тысяч вложенных заработал 310 тысяч рублей практически. И прочую дичь, что не попало под запрет. Рекламировать можно. Да. А что, люди схавают? Ведь вы так любите придерживаться правилам, мол, лох, дурак, всегда найдет, где слить бабло. И все все прекрасно понимают. Ну нормальные, блядь, подписчики. Никто не будет играть, ни в казино, никто не пойдет, эти, бинарные опционы, там, еще куда-то, нахуй, нахуй, нахуй. А я решил для себя, нахуй, для меня были раньше каноны не рекламировать это все. И пошли вы, нахуй. Сейчас я буду все подряд, нахуй, брать. Власти вы, нахуй, в долги, блядь, пидорасы, блядь. Если у вас мозгов нет, нахуй, власти дальше, блядь. Пускай долбоебку хуярит, нахуй. И в казино, нахуй, в эти, в МММ, нахуй, вступает, блядь. И твой братишка такой же, как твои братишка, нахуй, пишут мне вот эту всякую хуй, понимаешь? Потому что туповатый, блядь. Но убедительно рекламировать лохотрон, конечно же, мы умеем, да. А где дурак берется? А кто такие дураки? А? Почему дураки? Мм? Почему лохи? Если человек не осведомлен, он что, дурак или лох? Или незнание не избавляет от этого статус? Вот зритель, к тебе вопрос. Есть у тебя родственник, который с интернетом на «вы» и решил попробовать заработать деньги в интернете? Он не осведомлен. Он наивно полагает, что в интернете реально заработать в кратчайшие сроки. Да и он даже и не подозревает, какое кидалово бывает в интернете. Ну что, долбанок? Дурак? Вы не путайтесь с сектантами, адептами, фуфлогонами, которые знают о том, что они вложились в пирамиду и привлекают поревки других людей. О чем это говорит? Какое отношение у Митяя к зрителям? Знаете, стоит мне вообще говорить или повторять об этом? Власти вы нахуй в долги, блядь, пидорасы, блядь. Я им доверяю свои деньги, и они для меня уже заработали такое количество денег, ребят. А до этого я вывел практически 200 тысяч рублей, и они уже, ну я их уже потратил даже. Если у вас мозгов нет, нахуй власти дальше быть. А про драку в бассейне и с последующим переездом в Москву уж говорить не стоит, не будем тратить время. Митяй заслуженно попадает в наш топ зашкварышей. А мы едем дальше. Итак, следующий счастливчик. Канал «Хочу пожрать» 570 тысяч подписчиков. Не менее зашкварный канал почти ничем не отличается от предыдущего участника нашего жопораздирающего топа. Но главное отличие в чем они выстрелили, это плотная дружба с бомжами разного рода видео, где за деньги предлагалось любому встречному бомжу всякое дичь челлендж. Выпить водки, зажрать рыбу, зажрать сырые куриные яички и многое другое, и все в таком духе и трэше. Ну кому как, кому-то подобный контент конечно заходит нормально, а кому-то с помойки жрать это обычное дело. Всегда найдутся любители подобного жанра и полного трэша, как бы о вкусах здесь не спорят. Главное моя претензия не об этом, а снова ебучая реклама лохотронов. В основном финансовые пирамиды. Пока эта компания работает, эта компания также работает с крупными букмекерскими компаниями, как 1xbet и Fonbet, ребята. Один день, 7 дней, вклад на 14 дней и на 30 дней. То есть на 30 дней здесь бонус в конце депозита больше, плюс 1,52% вам начислиться в конце. Ну и реклама казино. Что у нас там из пирамид? Это TrustBet, Start.com, FTC, CashBerry. Все как обычно. Спектр толкания рекламного говна огромный. Видно, не за подбом пацанам до такого опускаться. Поступают непорядочные, некрасивые, неполитские по отношению к зрителю. Мы даже причины, ребята, не знаем, по какой причине нас вообще заблокировали, если честно. За рекламу казино в прошлом выхватили блокировку по стране. Но сейчас канал на территории России снова доступен. Больше, наверное, делать не будем. Будем прислушиваться, конечно, к вашему мнению. Мы пересмотрели свои взгляды на это. Думаю, больше такого не повторится. Извиняемся перед вами, перед всеми, перед каждым подписчиком. Кто хочет зарабатывать, ребята, пока эта компания работает. Никогда никогда своих подписчиков не обманываем. Что с Вулканом, что с CashBerry. Реклама пирамид и лохотронов продолжается до сих пор. Стоит ли говорить про какие-то моральные принципы? Или вы из тех правил, что долб*** всегда найдет, где слить свои бабки? Власти вы нахуй, эти долги, бля, пидорасы, бля. Не знаю, ну хейтеры, в принципе, они у всех на канале есть. Кто нормальный человек, да? Кто поймет. Да, тот поймет. Если кидает жалобы на рекламу говна, что теперь ныть? Думаешь, не за дело? Исправляйтесь, пацаны. Здоровья вам. Канал Гараж 54. 2 миллиона 350 тысяч подписчиков. Весьма интересный канал из разряда, что будет, если порвать себе ебало, раскаленным анальным шариком. Но только тут не про шарики, а про автомобили и прочие такие экскременты. Вы простите, эксперименты. Чего стоит только вот это видео? Про колесо с присосками. Все бы ничего, но, мужики, это что? А это что? А? Это что? 1xbet. Тут всегда самые большие коэффициенты и быстрые выплаты. Зачем вы так? Вы вроде взрослый человек. Уже всем давно известно, что 1xbet за шкварная конторка. Я понимаю, что они вам платят солидно, но неужели с просмотров вам мало баблишка капает, а? А что нельзя прорекламировать что-нибудь нормальное, полезное, что-нибудь не мошенническое? А, ну да, тогда денег меньше заплатят. Фу ты, блядь. Раньше можно было рекламировать, встраивая приролы этой букмекерской конторы прямо в видео. Но поскольку YouTube теперь запрещает рекламу любых азартных проектов и букмекерских контор, выполняется обход этих запретов таким вот образом. Например, футболка с логотипом, а ссылка идет в комментариях. Ссылочка на их канал будет в описании. Ну а ссылочку на сайт вы найдете в комментариях. А и в описании ссылка ведет не на сам сайт конторы, а на YouTube канал букмекерской конторы 1xbet. С разными залипушными видосиками и новостями из мира спорта проводятся стримы, с которых непосредственно идет призыв к действию зайти на сайт конторы и оставить там свое баблишко. Букмекерские конторы, как я говорил в старых выпусках, ровно как и казино, никогда не будут работать себе в обетах. И проигравщик всегда будет в разы больше, чем тех, кому повезло сорвать куш. Несмотря на тонус литых бабос и разбитые дебососы. Че там? Че-то придумали мне, пацаны. Ну ладно, хоть разликух какая-то. Как я говорил ранее, реклама букмекеров очень дорогая. Мне поступали такие вот предложения. Вот за такой вот контракт, что мне предложили, я бы мог вполне взять 1 миллион рублей. Почему не взял? Дениска хороший. О мошенниках предупреждает, блядь. Хороший. Да, Дениска хороший. Не, ну а что? Ну раз такие расклады, ну давайте я начну рекламировать всякую дичь, а? Ну давайте тогда все, каждый блогер поголовно, все вместе будем рекламировать разводное говно, а? Лох же не мамонт, лох же не вымрет, да? Этими правилами вы руководствуетесь, а? Может со мной что-то не так? Может я че-то не догоняю тут и зря делаю это топ? Что не так-то, блядь? Может это так принято сейчас? Что значит естественно отбор, так и надо лохам кто ведется? Так думать это удел ограничено мыслящего быдла, мол так и надо лохам, пусть сливает естественно отбор, ко-ко-ко. Думаешь ты самый умный у нас такой? О родителях своих подумал ты? О друзьях? О родственниках? Никто же не застрахован от действий мошенников. Ты вздрочнуть не успеешь, как тебя по полной выхлопают, понял? Еще и должен останешься, понял? Следующий. Афония ТВ. Я думаю не стоит рассказывать кто такой Афония и кто он по жизни, чем дышит, чем занимается. На его канале три слиху и миллионов подписчиков. Не дурно, да? Представляете сколько это людей и сколько на них можно сделать бабла. Даже если каждый по рублю скинется Афонии. А можно прям выжить с кармана да побольше. Ну не со всех трех лямов заебется пыль глотать. А с тех кто падкий на азарт и всего этого количества. Кто ведется и кто просто любит сливать бабло. Причем тут азартные игры. Ставки на спорт это вид азартных развлечений, чтобы вы понимали. Да? Америку я прямо открыл. Афония сотрудничает с БК Мелбет. Или Мелбет блять. И ведет свой канал в Телеграме по ставкам на спорт, где периодически публикуются прогнозы. Есть инструкция, как начать терять бабло. Условия простые. Регистрация только в БК Мелбет. Ссылка на регистрацию. О чудо! Реферальная. Это означает, что за счет сливых хомячков владелица Ревки, в данном случае Афония, получает жирные проценты. Вот пруфы, которые предоставили наши коллеги юристы в Телеграм. Переговоры с менеджером БК Мелбет, как все делается для развода. Цитирую. У нас условия следующие. Вы можете ввести игроков на наш сайт и зарабатывать от 30% от прибыли компании. То есть от проигравших ставок, которые когда-либо будут делать ваши игроки. И там далее идет речь уже про вывод награбленного бабла. Вот так по рефералке люди заходят, сливают бабки. Вы понимаете, что при сливе депозита Афоне капает нехилое бабло. По условиям сделки мы видим 30%. Например, ты ввстрал 10 тысяч рублей, Афония получает 3 тысячи рублей. Вот. Не зря я снимал свои ролики на ютубе. А теперь подумаем, а что если 100 человек сольет каждый по 10 тысяч рублей? Сколько денег получает Афония? 100 человек минимум. Всего 100. Да. Ну как пример. 300 тысяч рублей. Нормально, да? А теперь посмотрите, сколько участников в группе на момент записи этого видео. Вот так, навскидку. Как вы думаете, сколько человек сделают ставок в течение дня? Или за 2 дня? Сколько будет выполнено, если это в течение месяца? Оху**ный заработок, да? А на ком этот заработок делается? Вы себе представляете? Команда А. Нет, это не тот самый художественный фильм, а гораздо хуже и зашкварнее. Это влог-канал о понтах, о жизни и про автомобили. 1 600 000 подписчиков. В 2015 году канал был создан Афони вместе с другими блогерами. Формат очень похож на формат дневника Хача, который тоже не против того, чтобы продавать свою дырочку мошенникам. И тем самым толкая фуфло своей аудитории. Хотя видео на канале команды А не так уж и много, этого было достаточно, чтобы набрать 1 600 000 подписчиков. Это много, да. И как вы думаете, какой выбор лучше сделать? Уважать своих подписчиков или зарабатывать на них, рекламируя полный зашквар? Мы никогда никого не обманывали. Команда А всегда делала то, что обещала. И в этот раз мы вас не подведем. BMW 6 серии мы обязательно разыграем среди вас. Ее получит один из вас. Очень круто то, что мы нашли партнера. Букмекерскую компанию, крупнейшую букмекерскую компанию 1xbet. Теперь ясно, какой путь выбран. Розыгрыш автомобиля для привлечения трафика из интернета в свои инстаграмы, телеграмы. Для того, чтобы прорекламировать запрещенную в России букмекерскую контору. Да, нужна реклама. И что в этом такого, блядь? Мы не рекламируем всякую хуйню, блядь. Да, мы рекламируем букмекерскую контору. И что, блядь? Она разрешена на территории Российской Федерации. Пиздит. Пиздит. Эта конторка как раз таки запрещена. Не надо врать. Свои сказки про это своим друзьям будешь рассказывать, а не огромной аудитории. Понял? Ты. Сука, эгоистичные ебаные отношения, блядь. Вот бери все вот эти слова и смело применяй на себя. Предусть, блядь. У кого тут эгоистические отношения, так это у тебя. Понял? Ты. Так что все, следите за телегой. Те, кто отключаются, идут смело нахуй. Идут смело просто нахуй. Самые активные пользователи. Только вы будете участвовать во всех этих движухах. Итак, дорогие друзья, осталось еще три финалиста в нашем топе. Кстати, мы запустили альтернативное голосование в нашей группе Телеграм. Голосуй, кто самый зашкварный блогер. Посмотрим, каковы будут результаты. Если там в списках нет того блогера, то вы можете высказаться в нашем чате. У нас там тоже чат есть. Все ссылочки найдешь в описании. Дневник хача Амиран Сардаров. Побогатиться главная задача Амирана, чего он никогда не скрывал. Этот хитрожопый молодой человек нашел в себе коммерческую жилку и открыл свое рекламное агентство. В итоге мужчина стал продвигать в массы как частные бренды, так и крупные торговые точки. И ставки на спорт. Серега зарабатывает миллионы на ставках и делится ими бесплатно. Если ты хочешь зарабатывать, просто подписывайся на Серегу и делай бабки. Все просто, ебт. Как всем известно, бой Тарасова и Дацико организовала хачика. Пиздобол, блять, хачик этот. Ну, люди-то не дураки и чухнули, что бой-то был постановочный. Вернее, кто победит, уже заранее было предопределено. Есть кадр, где Амиран клянется, что ничего не было куплено. Блять, бабки проебал. У меня еще под этим выпуском ебут, блять, за несправедливость якобы какую-то. Нечестный бой. Полный провал, блять. В комментах еще пишут, за сколько ты бабла на них поднял. Да ничего не поднял, клянусь, вот клянусь. И зима, не братан. И зима, не блять. Я еще раз буду знать, как он вас ставит. Но, если человек рекламирует лохотроны, ему похуй на людей и аудиторию. Нет доверия к такому человеку, к таким людям. И вполне вероятно, что бой был постановлен. Но это были не соревнования. То есть это не пойдет в зачет нигде, никогда и не для кого. И в такой ситуации, раз это нереальные соревнования, соответственно, нет соответствующих комиссий, нет соответствующего мониторинга. У меня возникает сомнение, а почему бы этим не воспользоваться? То есть, вот есть у нас соревнования. Мы знаем, что вот на вот этого персонажа ставят, что он победит. Большинству, большая часть людей. Меньшая часть ставит, что на этого персонажа, что он победит. Ставки идут там один к двум, допустим. Соответственно, если у нас есть договоренность с судьями, с организаторами, то мы можем очень хорошо заработать. То есть я могу вложить тысячу долларов, а по итогу я получу 2200. То есть это очень хороший бизнес, если изначально знать, что так и произойдет. И оно почему-то так и произошло. И потому что это было непрофессиональное спортивное соревнование, где бы были какие-то более серьезные критерии и какие-то наблюдательные комиссии, хоть что-то. То есть какой-то между собойчик, какая-то реклама, и по итогу кто-то заработал очень много денег, а большинство проиграло. Так зачастую бывает в спорте, в ставках на спорт, когда быка в сговоре со спортивными командами. Исторически так сложилось. А если блогеры не стремаются рекламировать мошенников, помните главный аргумент, нет доверия к этим людям, они способны поступать так и дальше, нечестным образом. И на собственных мероприятиях, делая их заведомо подставными ради личной наживы. Денежные выгоды, это элементарная психология. Теперь вспоминаем, какая задача была у Эмирана изначально. Обогатиться. Правильно. И какую дорогу он выбрал. Правильно. Дорогу на... И заслуженно на третью позицию нашего прекрасного, как я, топа. Едем дальше. Ребята, наши пацки делают деньги и реальные. Переходите по ссылке, смотрите. И только сегодня уничтожение скидка на фото. Все, 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 сдух. Ребята, наши пацки делают деньги и реальные. Переходите по ссылке... Артем Тарасов. Артем Тарасов. У него аж два канала. Контент тоже разнообразный весьма. Но в целом про спорты, бои и про жизнь и понты. Было все вам рассказывать. Абсолютно все, что вы понимали. Про сценниками, насколько я все помню. Буду все рассказывать. А понтов у Артема хоть отбавляй. Гораздо выше, чем мое честь вы. Вот он, наш герой Артем Тарасов. Незадолго до победы. С датциком. Эх, красавчик. Я ему сделал четкий рычаг локтя. Слышал жесткий хруст, но как минимум здесь что-то повреждено в локте. В нацико такой хруст стоял, что у Тарасова обе руки поломались. Остально после боя с кем первым надо мне отдыхать. Чего ты ехал? На обоих каналах идет систематическая реклама. Угадайте чего. Зашкварная контора 1xbet. Ссылка на YouTube канал этой конторы. Да, так сейчас отводит запрет рекламы быка. Говорят, когда Тарасов пиздец, то у него прикрывается лямбик глаз. В принципе, это можно проверить. Ну, конечно же, я люблю деньги. А любишь ли их делать ты? Восемь, если ты хочешь заработать бабок, тебе нужно сделать всего лишь три действия. Делайте деньги с умом. Бегите от тех, кто наебывает вас. На, посылайте. Да, все верно, так и есть. Вот, я нашел ребят с проекта Тот Самый Каппер. Это, кстати, наш проект. Тарасов запустил новый проект Тот Самый Каппер, где речь идет про ставки на спорт. На канале Тот Самый Каппер около 14 тысяч подписчиков на момент записи этого видео. Ведущий там ху-сосит разные букмекерские конторы и прочих таких вот мошенников. А я ху-сосю пиздахбола ведущего, поскольку на пару с Тарасовым они раздают прогнозы и обучение по ставкам на специальном для этого телеграм-канале. Как только новоиспеченный мамкин Каппер изучит базовые мануалы, стратегии и терминологии, и тут же начинают думать, что все умеет, все может, загорается с желанием вложиться и попытать счастье в ставках на спорт. Я вам тег скажу. Эти уроки, да, дают базовые знания, как все устроено, дают понимание в ставках и тем, кто вообще понятия не имеет, что это такое. Такие же мануалы есть и у опционщиков, и у казиношников. Эти кухни тоже завязаны на азарте, к слову, да? А в любых мануалах раскрываются базовые аспекты торговли, ставок, терминологии, сигналы рынка на опционах, да, рынок на опционах. Технический анализ или суперстратегия в казино. Или суперохуительная стратегия по ставкам собственной разработки. Вот, и сегодня мы разрабатываем разные стратегии, вот. Причем какого капера ни плюнь, почти у каждого будет своя суперохуительная стратегия, суперпрогнозы, а у остальных полная хута и говно на жопе. Я уже выпускал видео, целиком посвященные каперам, прогнозистам, о том, что абсолютно все, кто предлагает свои прогнозы, это лютое наебалово. Вы понимаете, когда я тогда делал те выпуски по ставкам, я и не думал, что это выйдет куда-то дальше за пределы пабликов ВК. Но чтобы такой хуйней начали заниматься блогеры, я, конечно, не ожидал, блин. Проект Тарасова, тот самый капер, в которых разоблачает кухни ВК, сами не понимают, как они знатно тайка босрались. Сами говорят про лютое наебалово. При этом Тарасов рекламирует зашкварную букмекерскую контору на своих каналах. За еб***ь приплыли. Чувствуете, какое вот тут противоречие? В общем, тоже приносится где-то от, ну, миллиона до двух. То есть блогерская, да, тоже месяц достаточно нормально. Приносит, бывает больше, бывает меньше. Как мы все прекрасно знаем, за рекламу подобного шлака нехило так отваливают баблишко. Более того, теперь и сами продают прогнозы, и все, что с этим связано. Нужно же прекрасно понимать, что азартные проекты никогда не будут работать себе в убыток. Вы там говорите, что у вас нет реферальных ссылок партнерских, да? Заметили, как мы часто топим за партнерские ссылки? Мы прям говорим вам, если вы увидели партнерскую ссылку в одном из проектов, то просто нафиг уходите оттуда, отписывайтесь и сразу думайте, что это мошенники. Ну, то, что нет у вас реферальных партнерских ссылок, мне ничем это не говорит. И не отменяет того факта, что вы вполне можете быть в сговоре с букмекерской конторкой, по которой вы даете сигналы. Гоните просто трафик и все. Вы что думаете, мы тут такие дуряки сидим? Мы тут не пальцем деланные. Мужики, что если я вам скажу, что существует сайт, который грозит всей банковской системе России? Ну, конечно же, я люблю деньги. А любишь ли их делать ты? А также реклама финансовой пирамиды. Монета с закосом под МФО, у которой даже лицензии ЦБ РФ нет. И разрешения нет на инвестиционную деятельность. А эти документы подложены, а также ИНН оформлен на дропа. Концов в случае чего потом не найти. Короче, полный зашквар. Еще и рефералочка в описании закралась. Прекрасно. Сайт отдаленно напоминает кэшберя. Обычный хайп проект. Вы только посмотрите на тарифы кредитования. Какой дичайший процент возврата. Просто пиздец. Да проще стать инвестором-влошенцем, чем брать взаймы. Причем возвратить ты должен будешь в разы больше. Взял тысячу рублей, отдал пять тысяч рублей. Прям охотная выгода, я вам скажу. Вы только посмотрите. Это каким нужно быть имбецилом, чтобы на такое повестись, а? На вашем районе МФО есть более выгодными условиями в разы, блядь, чему здесь. Список этих людей есть в легендах хайпа для заманухи Буратин-влошенцев. Даже не думайте связываться, друзья, с этими пирамидами. Риски потерять вложения на хайп проектах очень огромные. Итак, сколько же мне приносят ставки в месяц, да? Ребят, два миллиона, стабильно, да? Миллион-два, то есть не меньше никак. Если честно, это квартира-мечта всей моей жизни. Да, именно благодаря рекламе лохотронов и прогнозам у тебя получилось. Это квартира за счет слитых денег с карманов больных азартом игроков и жажды наживы людей. За счет их порога тебе явно есть чем гордиться, да показывать свои понты на всеобщее обозрение. Не на заводе же у станка заработал, а прям гордость всей страны, да польза обществу. Великое достижение человечества. Аплодируем. Реклама говна творит чудеса. Вот, но стабильно, скажем так, YouTube и Instagram уже приносили там где-то в течение полугода по 3-4 миллиона в месяц. Ну, по 3. То есть это достаточно много, да, но, чтобы вы понимали, здесь надо рыбать жопу. Нет, Артем, нет, ты не так сказал. Продавать жопу вот так правильнее. Так что, парни, ваше место на второй позиции топа, хоть и тянете на первое место. Ну, вы первое местечко заняты. А вот оно идет, следующее. Первое место. Эдвард Билл. Безбашенный пранкер, хоть они у него местами постановочные. Позывной Билл. Участник боевых действий по контракту с частной военной компанией Сомали, запрещенной в России. Приехал в чужую страну убивать граждан Украины. Вы думаете, просто так не за деньги? Еще как за деньги. На 2Ч об этом узнали, и это вылезло на поверхность, что привело к активной травле Билла легионам. Выхватил блокировку канала за рекламу казино и ставок на спорт. Ставки на спорт. Это очень дорого. Одна сториз может стоить полмиллиона, и реклама может выходить каждый день. Они долго его мурежили, пробили адрес проживания, атаковали звонками и заказами с доставками на дом, на его адрес, чего угодно, вплоть до разных дилдочей и прочих самотыков. Легион праздновал победу, потом все как-то поутихло. Прошло время, инстул восстановил, и страницу ВК тоже. И Эдвард Билл начал все заново с новыми силами, и внезапно стал капером, продавая прогнозы ставок на спорт. Это должно было свершиться. На протяжении всего года я рекламировал разного рода проекты, каперов, ставки на спорт, и как и вы обжигался. Что случилось? Я создал свой личный проект, на который вы можете рассчитывать на все 99,9%, на который я отвечаю личной головой и моя профессиональная команда. На протяжении всего года я выбирал тех самых людей, которые реально в этом что-то понимают. Еще чуть-чуть, чуть-чуть, минуточку внимания. Снял денег с экспресса за два дня. Кто угадает точную сумму, вот здесь. Кто угадает точную сумму, вот здесь вот. К тому переведу ровно на 10 тысяч рублей, вот здесь. Дерзайте, парни. Что самое главное для вас, это внимательность. Здесь по тысячу рублей. Я сам охрен. Не знаю точно сам сколько. Сейчас будем считать. Где моя печатная машинка? А вот она. Прогнозы на спорт продают. Это чистое мошенничество. Даже мои друзья, юристы в Телеграм, авторитетность заявляют, что 100% случаев прогнозов на спорт, Телеграм, Инстаграм у блогеров, это развод. И я с этим полностью согласен. Настоящий капер всегда работает в одиночку. Не берет чужие деньги. И он хуй когда поделится курицей, несущей золотые яйца. Никогда не раскроет свои стратегии и методы вилкования. Ему нахуй никто не нужен. Я уже сегодня говорил, что я когда-то выпускал видео по ставкам на спорт. И разобрал кучу таких схем. Какие бывают виды прогнозов. Договорные матчи, точный счет, складчина, раскрутка счета и многое-многое другое. Часто при общении с админом или ботом группы вам предоставляют пробники бесплатно. Если пробник зашел, то можно купить и поставить реальные бабки. Это все конечно же прикормка для лоха. Замануха иными словами. Ну раз зашло, два зашло. Это просто везение, друзья. Не иначе. Вам только еще больше подогреют интерес. Тут вы решаетесь поставить жирную сумму и вы ее конечно же проебете. На то и расчет. Но я никогда не думал, что бдогеры будут опускаться до такого, если ты такого-то ху... Капер, почему бы тебе не поставить собственные бабки? А зачем тебе нужно привлекать чужие деньги? Бля, что за глупые вопросы задаю. Мы же все знаем зачем, да дорогие друзья? О да, пишешь о рисках, так риски есть везде. И про правила свободных денег не забываешь. Что мол, ставьте те бабки, что не жалко потерять. Как я говорил ранее в своих обзорах, это означает, что вы ставите те деньги, дорогие друзья, которые по сути вам не нужны. А покупая прогнозы, вы покупаете чужое мнение, чье-то чужое мнение. Не более того. Я создал свой личный проект, на который вы можете рассчитывать на все 99,9% Который я отвечаю личной головой. И что самое главное, я уверен, что вы не сольете весь банк со мной. И что самое интересное, в случае, хотя это редко, не захода, я возвращаю ваши бабки. А, важная информация, если ты покупаешь экспресс, то ты платишь за половину и половину после того, как он зайдет. Так что, друзья, давайте без левых... Я особо ни до кого не даю, но сегодня ответственный день. Давайте подойдем к нему вместе, не спеша с проченным... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Пишем личные сообщения, братан. Да о каких гарантиях ты можешь говорить, о каких возвратах средств несешь? Вот мой коллега по цеху. Михаил Пограничник уже сделал достаточно плотную проверку по твоим прогнозам. Где ставка не зашла, а возврата так и не получил. Но Эдвард Билл взял и просто меня кинул на 6 тысяч рублей. Ни возврата денег, ни нового экспресса, ничего нет, даже ответа никакого нет. Я уверен, как и большинство сливших свои бабосы, также ничего не получили обратно. Эдвард Билл крупнейшая зашкварящая интернета. Заслуженно попадает на первое место в наш прекрасный и справедливый топ. Пока не на бутылку, а на первое место. Хотя бутылочку из-под шампанского тебе стоило подарить, и ты наверняка знаешь, как ей пользоваться. Дорогие друзья, топ на самом деле можно было растянуть чуть ли не до бесконечности. Очень много было кадров претендентов, которые бы отлично подошли на нашу доску позора. Например, Эрик Давидович. Ну просто в топах не бывает нулевого места, но мы попробуем. Эрик Давидович попадает на нулевую позицию, поскольку Эрик полный ноль, раз решил продавать свою аудиторию Тинькову. Больше про него говорить не хочется, не будем тратить ваше и наше время. Может быть в другой раз о нем отдельно поговорим. Пиши в комментариях, кого бы вы хотели определить в топ. А, и еще важная информация. У меня есть черные метки, специальные. И рубрика «Черный список». Распространяйте вот эту черную метку, присылайте ее всем, кто разводит людей, кидает на бабки, рекламирует лохотроны, пользуются вашим доверием и используют вас как ресурс для обогащения. Рекламируя. Лютая наебалова. Оставляйте вот эту черную метку в соцсетях, на стенах, в пабликах мошенников. Эта черная метка индексируется поисковиками. И у меня есть скрипты, по которым я могу отслеживать расположение черных меток в интернет-пространстве. И выявлять их особую концентрацию где-либо. И мошенники мне будут видны как на ладонях. Скачать эту метку вы можете в ссылке в описании. Эта черная метка уникальная, дающая просраться каждому уебану, кто ее получает. Отправляйте метки с простыми словами. Отправляйте вот метку и пишите. Ты получил черную метку, лидер наблюдает за тобой. И все, кирпичи валятся в штаны. Вот такой вот интересный флешмоб, дорогие друзья. Хватит мошенничества, хватит лютого наебалого, хватит развода, мракобесия и невежества. Хоть наши старания как капля в море говна и развода, тем не менее впереди у нас еще очень много работы. Это только начало. Ебань с плясками. Начинается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин